приветствую вас на канале wow nails design в этом видео делюсь очередными своими находками нашла раздобыла на aliexpress безумно классные пластины для стемпинга очень красивые такие современные дизайны с девушками и разной текстурой кто не первый раз на моем канале знает что я растыка в стемпинге и показываю в стемпинге те варианты которые сто процентов рабочие я уже приступила и чтобы мой градиент в будущем не затек под кутикулу предварительно прокрашиваю по миллиметру необходимого цвета гель-лака тонкой кистью и промежуточно просушиваю все ноготки у меня с разным градиентом совпадать будет только мизинец и большой прокрашиваю соответствующими цветами гель-лака и досушиваю 30 секунд сегодня я экспериментирую и делаю этот мастер-класс на силиконовой руке манекена и так делаю градиент на мизинце на половину ногтя нанесла йогуртовый голубой и на оставшуюся часть желтый йогуртовый перемешиваю кистью гребешок для градиента разметающими движениями а затем дорабатываю боковых валиков и если нужно у кутикулы и прохожусь вот такими стягивающими движениями доводя градиент до идеала кисть периодически вытираю обвлажную салфетку от излишков гель-лака маркером ремовером вытирая испачкавшиеся валики и досушиваю градиент 60 секунд следующий градиент у меня также йогуртовые гель-лаки сиреневые у кутикулы и голубой на свободном крае все манипуляции последовательность градиента также как и на предыдущем ноготке не забываем на свободном крае убрать излишки гель-лака и если необходимо тонкой кистью дорабатываю кутикулы просушиваю градиент 60 секунд на среднем пальчике у меня будет неоново-розовый и сиреневый йогуртовый все названия материалов и ссылки указываю в описании под видео градиент готов вытерла маркером ремовером недочеты и просушила 60 секунд на указательном у меня градиент из йогуртового желтого нежный такой цвет и яркого неоново-розового просушив окончательно градиент 60 секунд вытираю липкий слой это мне необходимо для того чтобы сделать выбеленный центр на ноготках где у меня неоновый розовый так как он яркий я решила его немножечко приглушить и на сегодняшний день очень модно градиенты с выбеленным центром да и замечу на пальчиках были полностью прозрачные типсы и градиенты на всех сделаны в один слой средний ноготок я прокрасила тонким слоем полупрозрачного белого и затем уже наставляю каплю и распределяю ее по ноготку тем самым делая выбеленный центр если необходимо наставляю объем еще каплю по центру и уже распределяем по периметру тонкой кистью выравнивая дорабатывает где это необходимо обязательно тонкой кистью убираю все пузырьки и мусоринки чтобы ноготок был идеально гладкий и ровный перед тем как ставить сушиться в лампу обязательно переворачиваю ручку клиента кверхтормашками чтобы ноготок не был пирожком просушиваю 30 секунд и таким же образом повторяю на указательном пальчике делая выбеленный центр просушиваю ноготок 30 секунд и подошли к самому интересную вот они мои новенькие красивые пластины очень красивые текстуры орнаменты и узоры четкая хорошая гравировка не знаю какая пластина мне понравилась больше я уверена что в арсенале должна быть и та и другая они как бы дополняют друг друга стемпинг я буду выполнять лаками для стемпинга в качестве золотого я использую цвет шампанское золото я много перепробовала золотых но почему-то они дико желтые они золотые черный лак для стемпинга у меня от grotol а белый также лак от арт а чтобы не перепачкать все в округе под пластину подкладываю такую салфетку смоченную в четыре раза использую прямоугольный штамп ссылку найдете в описании под видео очищаю его двусторонним скотчем пластину очищаю вытираю средством для снятия растворения акриловых ногтей или гель-лака и так подошли к самому интересному специально замедлила провела лаком штрих тут же проглаживаю эту пластину под углом 45 градусов пластиковой картой перекатом переснимаю все это делается четко и быстро осваивая и укращая стемпинг что я поняла у нас нету цели продрать прокорябать эту пластину все это делается очень легко поглаживая и непринужденно недочеты могу вытереть салфеткой смоченной жидкости для снятия гель-лака и повторюсь чем нежнее и легче мы делаем тем качественнее у нас получается стемпинг таким же образом сделаю золотое пятнышко на указательном пальчике долго смотреть тоже нельзя на эти отпечатки нужно все это делать в темпе оперативно еще что заметила удачный красивый дизайн и получается когда сплошные пятнышки золотые любого другого цвета на дне то есть внизу а поверх них черный или белая текстура или какой-то узор черным лаком для стемпинга на указательном отпечатала текстуру и также черным отпечатаю девушку на среднем ноготке так чтобы золотой вот этот отпечаток сплошной получился в виде тела этой девушки скрапером аккуратно убрала ненужные фрагменты отпечатков и стараясь перекатывающим вообще движением перенесла отпечаток на ноготок мне очень понравилось это сочетание идея золотое тело девушки и черный сам отпечаток белым лаком отпечатала белые такие вот крапушки перенесла мне показалось чего-то не хватает и также сделала на указательном пальчике изначально стемпинг я планировала сделать только на двух ноготках но мне показалось что дизайн как-то внезапно обрывается и я сделала такую текстуру золотым лаком и перенесла на безымянный ноготок правом верхнем углу и еще мне захотелось добавить каких-то совершенно мелких красивых надписей у меня давно лежала пластина также с алиэкспресс но все-таки не применялась и на ней как раз вот эти мелкие красивые надписи перенести у меня конечно получилось немножечко корявым но шрифт и надписи на этой пластине очень красивые мелкие очень красивые название этой пластины постараюсь найти ссылку оставлю обязательно в описании под видео салфетка смоченную жидкости для снятия гель-лака вытираю недочеты где что испачкала чтобы дизайн этот не поплыл необходимо подождать чтобы стемпинг хорошо просох и всю эту красоту буду перекрывать моей любовью от тнл матовым вельветовым топом с красивыми золотыми блестками я перекрываю по очереди каждый ноготок промежуточно просушивая по несколько секунд и уже впоследствии когда перекрыла все ноготки обязательно подольше просушу матовый топ так как матовые топы лучше сушить дольше так они получаются более матовые бархатистые лучше носятся еще для тех кто не знает может быть такую фишку этот матовый топ перед тем как им перекрывать советую обязательно перемешать немножечко чтобы блестки распределились более равномерно я просушила окончательно матовый топ и итог моего сегодняшнего освоения стемпинга что скажете как вам результат довольно нескучный яркий дизайн вместе с тем современная актуальна на сегодняшний день если вам понравилось это видео или было полезным не забывать ставить лайки мне будет очень приятно а также подписаться на мой канал если еще этого не сделали чтобы не пропустить новые интересные идеи до новых встреч